Здравствуйте, с вами канал NameDB. Работа – это важная составляющая жизни каждого человека. Если посчитать, то получается, что на работе в среднем человек проводит третью часть своей жизни. Это очень много. И естественно, что когда в одном месте собираются люди, отрезанные в этот момент от семьи и дома, они не могут все время думать и говорить только о работе. И особенно тяжело это дается женщинам. Ведь болтливость чаще всего присуща именно им. Вот только есть одна проблема. Очень часто дамы выбирают запретные темы в общении с коллегами, начиная им рассказывать о себе, о подробностях своей личной жизни и насущных проблемах. Мы сами даем коллективу пищу для сплетен, а потом удивляемся, что сотрудники шепчутся у нас за спиной. Все очень просто. Человеческая натура устроена так, что волей-неволей хочется узнать еще больше о чужой жизни, а потом почесать языком как следует. Такие люди не умеют радоваться чужим успехам. Зато обсуждая беды и проблемы коллег, они испытывают настоящее злорадство. И прежде чем обсуждать определенные темы, сначала подумайте, а стоит ли их поднимать. Психологи выделяют четыре запретные темы в общении с коллегами. И в этом ролике мы о них расскажем. Личная жизнь Разведенные или одинокие сотрудницы будут завидовать вам черной завистью, если вы будете хвастаться им своим успехом и популярностью у мужчин или крепким и счастливым браком. Завидовать чужому счастью – это чуть ли не инстинкт. Мы завидуем всем, кто выглядит хоть чуточку счастливее, чем мы, и насмехаемся над теми, кто несчастен. Ваш рассказ могут еще и приукрасить, разбавив его пикантными подробностями, распространив сплетни по всему рабочему коллективу. Выходные и отпуск Меньше знаешь – лучше спишь. Так и тут. Чем меньше вы будете рассказывать коллегам о том, как проводите свое свободное время, тем лучше. Не стоит распространяться о том, что вы делали или где вы были на выходных или тем более в отпуске. Это может стать поводом для зависти, даже если и завидовать особо нечему. Даже обычный выходной перед телевизором с чашкой чая у какого-то коллеги может вызвать настоящий приступ зависти. Делиться планами на будущее Строить планы можно где угодно, ведь это происходит у нас в голове. А вот посвящать в свои планы совершенно посторонних людей не стоит. Не забывайте, что коллеги – это чужие для вас люди. К тому же некоторые из них, не раздумывая, начинают сплетничать на эту тему. Лучше держать язык за зубами и в плане каких-то достижений на рабочем месте и в вопросах, касающихся личной жизни. В противном случае вы можете стать главной сенсацией дня, но, увы, не в лучшем свете. Возможности дополнительного заработка В подработках нет ничего зазорного и плохого. Это вполне нормальная практика, и в наши дни у большинства людей имеется не только основной, но и дополнительный источник доходов. Однако распространяться об этом на рабочем месте не стоит. Сначала коллег может зажрать зависть, что уже само по себе может плохо отразиться на вашем финансовом благополучии. Затем некоторые из них могут решить, что вы не выкладываетесь на рабочем месте на 100%, раз это не единственный источник прибыли, а может даже и не основной. И такие слухи могут серьезно подпортить вашу репутацию и привести к конфликту с руководством или трудовым коллективом. Это может иметь просто катастрофические последствия для вашей карьеры и профессионального развития. Следуя этим советам, вы избежите главных ошибок в общении с коллегами. Это вовсе не значит, что нужно молчать целый день. Старайтесь выбирать какие-то нейтральные темы для разговоров – музыка, кино, театр или погода. Можно аккуратно поддерживать беседы коллег, не делая акцент на собственном мнении. А вот вопросы религии и политики, пожалуй, тоже лучше не поднимать. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи!